Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как бороться с нарушениями в сфере трудовых прав? Как оплачиваются праздничные дни? Что делать, если зарплату не платят? И как правильно уволиться? Об этом говорим сегодня. И в нашей студии начальник отдела Государственной инспекции труда в Самарской области Светлана Романова. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Светлана Тимофеевна. Буквально сегодня утром услышала такую информацию, что в Госдуме обсуждается вопрос по ужесточению мер к тем, кто не платит вовремя зарплату, к работодателям таким вот, хотел сказать, бессовестным или по каким-то другим причинам. Да, я эту информацию тоже слышала. Вот, вы знаете, это замечательный будет закон, если его примут, потому что те санкции, которые сегодня действуют за нарушение законодательства по оплате труда, они не совсем действенные. Ну, должностное лицо подвергается административному взысканию в виде штрафа в размере от тысячи до пяти. Извините, да, юридическое лицо от 30 тысяч до 50 тысяч. То есть это сегодня не те суммы, которыми можно напугать работодателя и призвать к ответу. То есть он платит один раз, вне зависимости, сколько работников, сколько ему он не выдал зарплату. Нет, заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца, то есть за первую половину месяца, за вторую половину месяца и в установленный день. Если нарушаются сроки или зарплата не выплачивается месяцами, то да, это грубейшее нарушение. А если не выплачивается более трех месяцев, то мы направляем информацию в следственные органы для возбуждения уголовного дела, потому что это уже подсудное дело. А с какого момента работнику бить тревогу? Вот, допустим, 25 числа он получает аванс, 26-го нет, 27-го нет. Уже стоит что-то предпринимать? Или можно все-таки ждать, пойти, выяснить, какая ситуация? Можно предпринимать, можно ждать, но вот статья 142 Трудового кодекса дает право работнику приостановить работу по истечении 15 дней с момента невыплаты заработной платы. Он вправе находиться дома, заниматься своими делами. Недавно вот в эту статью было внесено изменение, хорошее, вернее, дополнение, что период отсутствия на работе, он оплачивается, раньше не оплачивался, оплачивается в размере среднего заработка. Работник будет сидеть дома, ему будут гарантированы эти дни, которые он не работал, и ждать уведомления работодателя. Уведомление о том, что появитесь на работе, мы выплатим вам заработную плату, и инцидент будет исчерпан. Вот такая инновация сегодня есть. К нам уже поступают первые вопросы от Елены. Работая в школе учителем, классным руководителем, за классное руководство три месяца мне не заплатили. Должна ли я выполнять свою работу в качестве классного руководителя, и как воздействовать на руководство? Ну, в любом случае, трудовую функцию свою надо выполнять, то есть свои обязанности. А вы говорите, можно дома сидеть, если не платят? Это если не платят более 15 дней. И потом есть определенные ограничения по ряду категорий работников, госслужба, потом работники, деятельность которых связана с жизнеобеспечением и так далее. Те не вправе приостанавливать. Я не оговорилась вот сразу. Вот поэтому есть определенная категория, которой не разрешено использовать возможности статьи 142 Трудового кодекса. Ну вот Елене что делать? Значит, продолжать классное руководство вести. Да, ведь у Елены есть право обратиться в госинспекцию труда к нам. Вопрос будет рассмотрен, и соответствующие выводы будут сделаны. Она вправе также обратиться в вышестоящий орган образования. То есть прав у нее предостаточно для того, чтобы свои права защитить. То есть нужно начинать бить тревогу, не ждать, потому что уже три месяца прошло, и лучше... Надо всегда уяснить, не порождать конфликт, а уяснить у работодателя, то есть почему нет этой выплаты. На каком основании она не выплачивается. Или если она была установлена, так почему прекратили? А вот какую-то бумагу нужно брать от руководителя или не нужно? Ну, в принципе, ей не запрещается обратиться с письменным запросом к своему работодателю. Чтобы уже проще к вам идти, вот с этим ответом она придется каждый год уже. Конечно, нам упрощает это, так сказать, наша задача по проверке ее обращения. Но, тем не менее, мы вправе сами направить запросы, потребовать письменного объяснения о причинах нарушения ее права. Вот хочется уточнить, все-таки больше стало таких обращений, да, в инспекции труда? Понимаете, из года в год количество обращений возрастает. Это связано с тем, что появилась система онлайн, и система это сердитый гражданин. И с кризисом, наверное, тоже. И это тоже, да, влияет. То есть количество работников, которые обращаются к нам, возрастает, а численности инспекции почему-то нет. Поэтому нагрузка, конечно, у нас увеличивается, и это сказывается иногда на качестве. Поэтому вот возможность у телезрителей есть задать сейчас напрямую вопрос, чтобы не отвлекать лишний раз в рабочее время. Пожалуйста, звоните 202-11-22. Вопросы по выплате заработной платы, по соблюдению трудового кодекса, режима рабочего дня, нарушения режима и так далее. Вот следующий вопрос от Александра. Работал по договору, по оказанию услуг. Каждый месяц закрывался актом выполненных работ. Проработал февраль, подписал акт. В начале марта узнал, что оплата за февраль и последующие месяцы не будет. Объяснили, нет денег. Как мне поступить и хотя бы за февраль получить заработанное? Дело в том, что между работником, вернее, исполнителем и заказчиком отсутствуют трудовые отношения. Это гражданско-правовые отношения. То есть работник, извините меня, исполнитель оказывает определенную услугу, то есть выполняет определенную услугу. Поэтому ежемесячно составляется акт. Исполнен он свое обязательство по договоренности провести какие-то работы или нет. Акт является основанием к оплате. Статья 11 Трудового кодекса говорит о том, что трудовое законодательство не распространяется на такие отношения. Но, тем не менее, зачастую договоры гражданско-правового характера, они подменяют трудовые. То есть есть элементы трудовых отношений, то есть есть там самозанятость, то есть организация самого труда, ну и другие элементы. То есть когда речь идет о работниках или об исполнителях, которые не уволены, не прекратили оказывать услуги заказчику, в данной ситуации они могут обратиться в госинспекцию труда или в суд, но, как правило, в госинспекцию труда обращаются с просьбой о признании отношений гражданско-правовых трудовыми. Если к этому есть основания, если мы находим, изучив все доводы, находим подмену трудовых отношений гражданско-правовыми, то тогда мы обязываем работодателя оформить трудовой договор, произвести соответствующее отчисление в пенсионный фонд, своевременно, не реже, чем двух раз выплачивать заработную плату, внести запись в трудовую книжку и так далее. То есть со всеми последующими действиями. Если работник прекратил исполнение своих обязанностей, то он может обратиться только в суд. То есть в судебном порядке устанавливать факт наличия трудовых отношений, и уже суд будет после рассмотрения дела или обязывать, или отказывать. Этот же человек работал по договоренности какое-то время. В данной ситуации обратиться ему желательно бы в суд. Поскольку наличие отношений трудовых не интересует, его интересуют только деньги. За деньгами только в суд. Коротко и ясно, за деньгами вот через суд только. Потому что нет трудовых отношений. Конечно, глобальная проблема не выплата заработной платы, но вот хочется разобраться в таких вот деталях. До сих пор мы не совсем понимаем, как оплачиваются, допустим, праздничные дни. У нас очень много праздников, и мы уходим, и потом думаем. Так называемые каникулы, да? Да, и каникулы, и праздники, и инварские, и тут вот и мальчики бывают большими, и разные бывают. Как это все? И можно ли требовать потом, вот разобравшись, что действительно оказалось, что недоплатили вот именно за эти дни? Требовать всегда можно, если установлено нарушение. Статьей 112 Трудового кодекса определены праздничные дни, все праздничные дни, которые, так сказать, установлены на территории Российской Федерации. Часть третьей этой нормы права предусматривает, что за нерабочие праздничные дни, в которые работники не привлекались к работе, оплата, кроме работников, которые получают доклад, производится, вернее, производится доплата, например, работники-здельщики, да, работники, у кого установлена часовая тарифная ставка, да, вот по выполняемой работе. Вот им должны установить дополнительную выплату, поскольку они теряют. На наш, вернее, у окладников расчет зарплаты идет по норме рабочего времени и из расчета оклада, вот, а у издельщиков, к сожалению, вот эти вот праздничные дни, они их выбивают из привычного ритма, вот, из привычного нормы рабочего времени, и, естественно, там, так сказать, расценки, нормы и так далее, и так далее, они падают. Поэтому работодатель коллективным договором, соглашением или, там, другим локальным актом обязан установить вот эту вот компенсационную дополнительную выплату. Размер ее, значит, оставлен законодателем на усмотрение работодателя, вот, и эти траты отнесены к фонду оплаты труда, то есть они входят в фонд оплаты труда. Да, тем более, если таких финансовых нет, этих отработодателей, почему бы все это не оформить? Да, дополнительная компенсация, да, дополнительное стимулирование, чтобы люди, да, не были ущемлены в оплате труда. Понятно, вот нужно знать свои права и требования, действительно, вот, если так работаешь, вот, по издельной вот этой оплате, по схеме. Да, да, это основная система, да. Нужно заранее все это обговорить и узнать. Следующий вопрос, Татьяна, работаю в ООО Management Project, кондуктором, зарплату нам уже не платят 12 дней, как повлиять на них? И когда дадут зарплату? 15 дней как наступит, писать заявление о приостановлении работы, но, опять-таки, кондуктор там связан с движением транспорта и, опять-таки, с жизнебеспечением. Такая социальная, да, сфера, да? Да, тут не оставишь. Обратиться, ее право обратиться в госинспекцию труда, в суд, в комиссию по трудовым спорам, организации, где она работает. Инспекция не является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, не дано такое право инспекции. А вот суды и комиссии по трудовым спорам, это особые, так сказать, органы, вот именно те, которые разрешают индивидуальные трудовые споры. Причем их решения, они обязательно к исполнению и они, так сказать, обеспечены. Исполнение этих решений, оно обеспечено судебными приставами или, если решение КТС, то, может быть, обжаловано в суд. Вот часто, наверное, слышат на свои вопросы, вот если вот она ходила, допустим, Татьяна к руководству и говорила, вот зарплату не перечислишь, что такое, почему они, ну, скажут, там, ну, нет денег у нас. Вот как реагируется на такое? Может, а может, вот появится у нас, а вдруг, вот, как вот лучше поступить? Есть обязанность, есть обязанность, которая установлена Трудовым кодексом, обязанность работодателя по полноте и своевременности выплаты зарплаты. Действующее законодательство, ну, кроме форс-мажора, не предусматривает оснований, которые бы освобождали работодателя от этих обязанностей. Есть у тебя деньги, нет у тебя денег, думай. Работодатель организовывал деятельность, деятельность коммерческую для того, чтобы извлекать прибыль. То есть все проблемы, которые возникают в процессе производства, в процессе, значит, расчета с работниками по заработной плате, это все проблемы работодателя. И в связи вот с тем, что, если эти, вернее, проблемы имеют место быть, и действующее законодательство нарушается, то инспекции дано право привлекать неразивых работодателей, ну, конечно, с учетом их проблем в определенной степени, к административной ответственности, в виде штрафа, предупреждения или штрафа, вот, и направлять материалы по отдельным там ситуациям в суд, протоколы направлять в суд. Понятно. Если неоднократность имеет место, вот, по невыплате зарплаты, ну, и по другим еще основаниям. Следующий вопрос от Руслана. Я не согласен с суммой, которую мне выплатили после увольнения. Как это спорить, именно эту сумму? Вот часто такое бывает, что человек увольняется и скажет, вот зачем я ему полностью... Да, и у нас заявление даже, вот, такого содержания неоднократное. Если работник увольняется, то предприятие выплачивает ему неоспариваемую сумму, а по всем оспариваемым суммам работник обязан обратиться в суд. Только суд... А вот как понять, оспариваемая это сумма или нет? Ну, предприятие посчитало, что ему не положена компенсация за неиспользованный отпуск. А он говорит, а мне положено. Вот, вот, наверное... И вот по данному вопросу, вот согласно части 2-й, да, статьи 140-й Трудового кодекса, в судебном порядке, индивидуальный трудовой спор разрешается. Все? Да. Тут даже инспекция не вправе вмешиваться, потому что именно оспаривается размер выплаты сумм в связи с увольнением. А вообще вот вопрос, выплат за компенсацию отпуска, всегда она должна выплачивать, в любом случае? Или может быть какие-то вот обстоятельства? При увольнении, в любом случае, за все неиспользованные отпуска компенсация должна быть выплачивать. А вот эта сумма, это такая же, те же отпускные, или компенсация в уменьшенном виде? Нет, ну, компенсация, расчет ее идет за 12 месяцев, до наступления событий берется заработок, делится на 12 и на определенный коэффициент. То есть устанавливается средний заработок, стоимость одного дня из расчета среднего заработка, и умножается на то количество дней, которые работник не использовал. Если 28, 28, 16, 16, 2 дня, 2 дня, то у кого, кто на что наработал? Понятно. В правиле работодатель применит к работнику дисциплинарное наказание в виде увольнения после того, как работник подал заявление по собственному желанию. Вот это тоже такая ситуация. Вот эти вот ситуации, когда вот иногда принуждают. Вот пишите с открытым числом дату, там, что с увольнением, да? У работника тоже должен быть характер и самоуважение к себе. Что значит пишите? Напишите и подпишите, что работодатель сделает в данной ситуации. Вот тоже как-то надо это учитывать, то есть подать заявление без какой-либо даты, это заранее обрекать себя на какие-то неприятности и негативные, конечно, последствия. Вот по собственному увольнению, по собственному желанию. Работник вправе расторгнуть действия бессрочного трудового договора, ну, срочного тоже, ну, в данной ситуации будем просто о бессрочном договоре говорить. Вот, обязанность его предупредить работодателя за две недели о том, что через две недели он вправе, уведомив работодателя, не выходить на работу. И действие договора прекращается. Ну, в данный период, то есть в эти две недели, работники вправе отозвать заявление. То есть передумал работник увольнётся. Так вот, если на его место уже в порядке перевода письменно никто не приглашён, то работодатель обязан отменить, вернее, свои намерения, так сказать, не реализовать по поводу увольнения работника. А если кому-то дали гарантийное письмо в порядке перевода на увольнение, то тут уже всё, ситуация будет только связана с увольнением работника, подавшего заявление. Зачастую, что делают работники? Подадут работодателю заявление. Вот, отчёт двух недель идёт со следующего дня после подачи заявления. А работники, да, подали заявление, не выходят на работу. И тем самым допускают прогул. Однократное грубое нарушение. Вот, заоднократное грубое, вместо увольнения по собственному желанию, будет увольнение по инициативе работодателя. Вот, по пункту, там, под пункт 6а, пункт 6, статья 81 ТК. Неприятная статья, негативная для работника, потому что, так сказать, характеризует его, может быть, как работника, как личности, и при приёме на работу могут возникнуть определённые сложности. Да, вот как интересно складывается, что информация по тому, как правильно устроиться на работе, она доводится, потому что нужно обязательно трудовой договор в двух экземплярах заключить. Всё это легально, официально. А вот как правильно уволиться, как ни странно, при увольнении возникают такие проблемы. Хотя, казалось бы, что проще, но написал заявление, да ушёл. Закон, правда, оговаривает отдельные случаи, когда работодатель обязан уволить работника не по истечении двух недель, а с того дня, с которого просит работник. Это личные какие-то? Это ситуации, которые связаны с невозможностью работы. Например, поступление в ВУЗ, выезд в другой город, уход на пенсию. То есть, если работник просит уволить его с конкретного дня, то работодатель уже обязан, это его обязанность. Правда, вот после подачи заявления, возможно, ситуации, они тоже предусмотрены законом, что по договорённости между сторонами, действие договора может быть прекращено с того дня, с которого договорились стороны. То есть, не отрабатывать две недели, так называемые, а уволиться с того дня, с которого стороны решили прекратить действие договора. Всё это реально и возможно. Следующий вопрос. Работал по срочному трудовому договору, по окончании срока работодатель без моего заявления об увольнении издал приказ. Правильно это или нет? Правомерно или нет? Нет. Правомерно в том случае, что если работодатель за три дня письменно предупредил работника, что действие трудового договора, срок, вернее, трудового договора истекает, то без всяких заявлений вправе по истечении этих трёх дней издать приказ. Работника увольняют с работы в связи с истечением срока действия трудового договора. Бывает ситуация, когда договор заключается, так сказать, не на конкретное время, с первого по 30-е число, а работник принимается на работу на период отсутствия основного работника. Да, часто. Женщина находится в отпуске по уходу за ребёнком годика три. И вот в данный период на её месте, так сказать, работает другой работник. А потом в никаких конфликтах ситуация не возникает? Ну, в связи с выходом основного работника день в день увольняется тот, кто, так сказать, принимался повторно. А вот заранее он может как-то узнать? Потому что тоже у человека уже судьба. Вы знаете, заранее никогда не узнаешь. Всё зависит от того работника, который в декрите. Когда истекают три года, всё понятно, да, там конкретный день. А вот если она сидит-сидит, нет денег, восемь месяцев, думает, ну и что, вот я бабушку попрошу посидеть. Да, решила выйти. Всё, она с заявлением, да, предупреждает, что она выходит, намерена выйти от такого-то числа. И работодатель уже должен быть готов. И работник тоже. Бывает ситуация, когда оформляется договор, срочный трудовой договор на период выполнения какой-либо работы. По окончании этой работы также договор прекращает своё действие. То есть срочные договоры, они своеобразные, они разновидность, так сказать, они как исключение, вообще-то считаются как исключение договора. Но, тем не менее, вот они есть. Жизнь показывает, что они нужны ещё. Да, вот следующий вопрос как раз связан тоже с этой тематикой. В правиле работодателя уволить с работы беременную женщину по истечении действия срочного трудового договора. Ну, вообще беременных женщин закон запрещает увольнять. Но, тем не менее, есть отдельные оговорки, которые позволяют проводить процедуру увольнения. Вот срочный трудовой договор. Женщина беременная, работодатель узнал об этом из её заявления, да, и медсправки. Срок договора истекает, а она вот в таком вот положении, да. Вот. Работодатель в данной ситуации обязан на основании её заявления и медицинской справки продлить ей действие договора до окончания отпуска по беременности и родам. То есть пока она не родит ребёнка. А затем, значит, в течение семи дней, с момента, когда он узнал о том, что ребёнок родился, работодатель вправе расторгнуть действие трудового договора. Другая ситуация бывает, причём очень частая ситуация бывает, когда, значит, основной работник находится в отпуске по уходу за ребёнком, на его место принимает другого работника, и этот работник оказывается по срочному договору, оказывается тоже в положении. Основной работник выходит, а эта женщина, она беременная, как быть? Вот в данной ситуации, если её нельзя перевести на другую работу, которая показана ей вот по состоянию здоровья, то в данной ситуации беременную женщину уволят. Основной работник вышел. И перевести некуда второго работника. Ну вот закон, это всё в законе. На законе это 261 статья Трудового кодекса для женщин. Если тут интересно, её можно посмотреть более внимательно и детально, если кого-то, так сказать, интересует из женщин, которые оказались в таком положении. То это будет очень, по-моему, полезно, и что будет непонятно, обратиться в инспекцию, растолкуем. Следующий вопрос. По моему запросу, по запросу инспекции, работодатель не предоставил документы по доводам, указанным в моём заявлении. Что дальше должен сделать инспектор? Ну это вам, как профессионал, это уже не отработано. Вы знаете, ну, чуть ли не каждое, там, вот, где-то десятое обращение, которое поступает в инспекцию, вот по каждому десятому, к сожалению, нерадивые работодатели не представляют документы. То есть фактически уклоняются от обязанности представить документы, по которым можно судить о наличии или отсутствии нарушений трудового законодательства. При вот наличии таких обращений, то есть поступило обращение, открывается распоряжение проверка, работодателю направляется запрос письменный, устанавливается срок предоставления документов. И вот если в установленный срок документы не поступили, плохо, конечно, беда большая, в чём мы не можем оказать помощь работнику, действенную помощь. Иногда даже выходом на место устанавливаем отсутствие работодателя. Если там работодатель есть, как-то проще призывать его к порядку. Вот, а бывает зачастую ситуация такая, что работодателя даже нет по тому месту, где он должен быть, где зарегистрирован и где осуществлял свою деятельность. Возможно, какие-то долги по зарплате, возможно, другие проблемы, особенно эти проблемы. Вот зачастую возникает в частных охранных предприятиях, поскольку наш отдел ведёт направление, и я с этим сталкиваюсь. Вот неоднократный случай, когда направляем запрос, к сожалению, ответа никакого нет. То есть идёт прямое противодействие инспекции, то есть нам не дают возможность осуществлять нашу деятельность. И вот тогда, когда проверка, вернее, имеет место противодействие инспекции, или проверку мы не можем провести, или завершить не можем проверку, вот тогда составляем протокол по статье 19.4.1 КОАП и направляем его в суд для принятия мер нерадимым работодателям. Ну и помимо этого, если устанавливаем факт отсутствия работодателя по месту регистрации, информируем налоговые органы, потому что им тоже дано право привлекать работодателей к административной ответственности за то, что регистрация есть, а по месту регистрации он фактически отсутствует. Вот вы сказали уже частные охранные предприятия. Ещё какие вот такие организации в зоне риска, где нарушается часто торговля? Вот наибольшее количество нарушений – это торговля. Вот о чём нужно знать? Вот ты идёшь устраиваться в эту сферу охраны и в торговлю? Да, прежде всего не обольщаться большими заработками, которые сулит работодатель, как правило, сулит устно, а начинать с оформления трудового договора. Потому что человек идёт продавать свои руки, свой труд, значит, у него этот труд должен быть зафиксирован. Гарантии должны быть, бумага должна быть, в которой прописана норма рабочего времени, оплата труда, её размер, её размер. Если, возможно, премиальные какие-то поощрительные там выплаты тоже. То есть всё должно быть прописано. Потому что зачастую работники чем прикрываются? Ну, он мне там обещал, он мне там не дал, он мне там сказал, потом вышлет. Значит, тогда, если трудовой договор не оформлен надлежащим образом, ну, сразу бейте тревогу, обращайтесь в инспекцию, нам обращаются. Могут обратиться в другие инстанции, прокуратуру, то есть правоохранительные органы. Вот, те или сами рассмотрят обращение, возможно, что будут направлять это обращение нам. Ну, то есть будет какая-то, где возможно оказать какую-то действенную помощь. А потом, когда уже отношения через два месяца-три прекращаются, работника выгоняют, причём устно иди, ты тут больше не работаешь. Вот, работник пытается хоть какие-то деньги свои получить, а как? Потому что документально доказать факт ни табелями, ни ведомостями на оплату труда, ни записью в книге учёта трудовых книжек, ни другими документами фактически не представляется возможным. И приходится разводить руками и направлять вот таких работников в суд. Да, понятно. А чтобы свидетельскими показаниями каким-то, может быть, образом можно было доказать, что работник там работал. В течение какого-то времени. И вот ещё хотела получить уточнение по поводу, вот часто и в охранных предприятиях, переработки в ночные часы, смены там, в ресторанах, ещё в каких-то звеньях. Вот, и тоже возникают ситуации. Вот один заболел, второй вышел за него одну ночь, вторую, третью. И переработка до нормы рабочего времени. А потом получается, что ему это всё и собственное неоплотение. В частных охранных предприятиях, да, там очень много нарушений. Несмотря на то, что действует закон о детективной частной охранной деятельности, чётко всё там регламентирует деятельность ЧОПов, или ЧОО теперь, они частно-охранные организации называются, правильно? В этих организациях люди не могут работать без удостоверения охранника. Это обязательно, так сказать, требование. И без трудового договора. Приниматься на работу могут только по трудовому договору. А вот именно вот эти переработки, как вот? Переработки, ну, вы знаете, у нас же есть норма рабочего времени, которая установлена помесячно на год. То есть требовать можно? Конечно, конечно. И если работа осуществляется, а у ЧОПов это режим суммированного учёта рабочего времени, должен быть определён учётный период. То есть если переработка помесячная, да, то она должна оплачиваться помесячно, если это установлено. Вот. Но учётный период может быть месяц, там, может быть, 3, 6, 8, 9, до года. Больше года не может быть. Всё, понятно. Вот. Ну и опять-таки у транспортных предприятий она не может быть больше месяца. То есть есть определённые ограничения. Да, вот в этом тоже нужно разобраться, знать вот эти все. Да, да, да. Переработка должна оплачиваться. Да, деталь. Ну, спасибо большое за то, что ещё раз рассказали о наших правах и, главное, как их уметь правильно защищать. Мы всегда готовы прийти на помощь, помогать, но только работники тоже должны, так сказать, знать свои права и уметь их реализовывать. Спасибо. А не голословно обращаться к нам. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»